Всем привет! Сегодня я хочу небольшую тему такую поднять. К чему вам приснился этот сон или вы увидели какой-то знак от Вселенной? К чему? Что вам нужно узнать? Услышать прямо сейчас? Вы должны сейчас довериться полностью течению жизни и не плыть против. То есть не вмешиваться в планы Вселенной. Это знак предупреждения вам, что вы можете свернуть не туда, что в определенный момент вы можете начать прогибать пространство для того, чтобы добиться именно конкретного какого-то результата. Вы себе задумали, например, цель, и вы к ней идете. Вы думаете, что только так эта цель должна реализоваться. И только такой результат вас удовлетворит. Но вы не знаете о том, что на самом деле этот результат может вас потом разочаровать либо привести в точку как раз-таки боли, несчастья. То есть вы никогда не знаете, для чего вам Творец именно таким образом посылает какую-то цель, именно реализовать именно так ее, а не иначе. Вам нужно слышать сердце космоса через… Вы в этом сердце космоса, то есть вы будете слышать эти знаки, видеть эти знаки, считывать их правильно через молитву, через жизнь как бесконечная молитва, то есть это постоянное общение с Творцом. Не когда вам что-то нужно, а именно сонастройка, этот поток. И вы увидите в этом потенциал, огромный потенциал. Вам этот сон, либо этот знак Вселенной дан для того, чтобы вы поняли, что вы лидер по натуре, вы должны вести за собой людей, а не следовать чьим-то указаниям, руководствам и так далее. Вы – лидер, вы способны идти вперед и вести за собой, потому что вам открывается новый путь и сила на этом пути. Если этот сон какой-то кошмарный, страшный, то у вас есть возможность очиститься, очистить свое поле, понять, что этот сон вам сигнализирует о том, что еще есть что подчистить в вашем пространстве, в вашем сердце, в вашем теле и духе. Есть какие-то болевые точки, триггеры, которые как раз-таки и приводят к такому сну. Либо это знак Вселенной, то же самое. То есть у вас потенциал встречи с бессознательным и очищения в этом поле. Это вам знак для того, чтобы вы начали осуществлять свои мечты и воплощать их в реальность. Для того, чтобы вы поняли, что мир меняется под вашими шагами, под вашими намерениями. Согласно вашим намерениям, внутренним вот этим ощущениям меняется и ваша реальность. Если внутри вас есть что-то такое, что с какой-то негативной ноткой вам все будет отражать вокруг, реальность будет отражать именно это, что у вас есть эта неправда, это маленькая частица лжи, к себе даже. И она будет воплощаться в реальность. Если же вы полностью очистите себя, и здесь будет только тотальная правда, вы будете готовы к этой правде, потому что многие не готовы принять эту правду, понять, что да, себе я здесь лгу. И начать очищать свое поле. Это проникновение внутрь себя, абсолютная, тотальная честность с собой. То, что мешает вам, должно исчезнуть. Люди ли это, ситуации. Вот, например, у вас есть мечта, у вас есть цель. Но вы цепляетесь за тот результат, который вы придумали, надумали в своей голове. Вы думаете, что этот результат, это и есть та высшая точка истины. Но это не так. Возможно, к этому результату прийти, чтобы в гармоничном состоянии, во благо вам, во благо Вселенной, вам нужно от чего-то отказаться. Либо вымести из своего пространства людей, обстоятельства, ситуации, которые мешают воплощению этой цели в жизнь. Например, вы хотите любви, истинной любви, партнерства. Но вы находитесь в партнерстве с человеком, который вам не подходит. Значит, вам нужно оставить этого человека, быть готовым к тому, что из вашего пространства уйдет этот человек. Вы это поймете посредством как раз-таки знака Вселенной. Этого расклада даже. Возможно, для кого-то это подтолкнет к решению. Всё, что мешает вам идти к своему счастью, должно исчезнуть. Ну, опять, очищение себя, своего поля полностью, погружение в глубину и не бояться проявления себя в этот мир, яркой проявленности в этот мир. Пусть весь мир услышит вас. Ваши идеи, ваши реализации, ваше творчество. Пусть увидят, пусть познакомится весь мир. Попробуйте проявляться, начните проявляться в этот мир. Когда, если не сейчас? Вы сейчас прокачиваете... Вы в таком процессе, когда у вас прокачивается целостность внутренняя и энергетическая связь с другими людьми. Вы чувствуете других людей. Вы чувствуете эмпатично других. Чувства других чувствуете. И свои чувства, наконец, начинаете правильно интерпретировать. Я вам сказала до выкладки вот этой карты, что вам мешает, должно уйти. Я закончу этим раскладом. Потому что всё, что я говорю, это истина. Всегда я вижу дальше. До расклада. Я знала, о чём тут речь пойдёт. Вам эта ситуация, либо этот сон показывает, приподнимает эту завесу и даёт вам этот импульс для очищения себя, вашего пространства, для новых вершин, для ваших свершений. Действуйте. Сейчас действуйте. И доверьтесь своей интуиции. Пока.